Мы не просто вспоминаем день войны, не для слез и мемуаров вспоминаем. Люди мира вспоминать о ней должны. Мы об этом всей земле напоминаем. Дорогие ветераны, уважаемые вангородцы, сегодня памятный и скромный день для нашей великой страны. Далекий 41-й год, 22 июня, наша страна столкнулась со страшным горем. Сильный и могучий враг пришел на нашу землю. Мы должны всегда помнить о том, что цена, заплаченная за мир на нашей земле, она слишком высока. Накануне этой страшной даты молодые ребята отмечали выпускные вечера. Они строили свои планы, они мечтали о счастливой жизни, они мечтали создавать семьи. Но страшная война изменила все. Молодым ребятам нужно было идти на фронт, защищать свою Родину. Девушки, кто-то ушел на фронт, кто-то продолжал работать и ковать победу в тылу. Они своим героизмом добывали победу в локадном Ленинграде. Давайте будем помнить обо всех тех, кто отдал свои жизни и дожил до сегодняшнего дня. Спасибо огромное нашим ветеранам. Спасибо за этот мир и возможность жить, создавать и радоваться тем, чего у вас в свои годы не было. Спасибо вам большое. Уходили наши соотечественники на фронт, оставляли свои семьи. Но по каким фронтам разбросала их судьба, где многие из них сложили головы, как повернулась судьба у тех, кто выжил? Об этом теперь не скажет никто. Но мы точно знаем, что каждый из них хотел вернуться домой, в свой родной и любимый прайшек земли, обнять свою мать, жену, своих детей. И поэтому каждый из них приближал победу над фашизмом как мог, даже ценой своей жизни. 22 июня является трагической и горькой датой в истории нашего Отечества. Пожалуй, самой трагической и самой горькой. 22 июня, в такой же июньский день, в хорошей, наверное, солнечной, фашистская Германия, вероломная, без объявления войны, напала на нашу страну. Что произошло дальше? Это страшные 1418 дней, это огромные потери, это боль, страдания, слезы и потеря всего самого дорогого, что каждому было нужно. Страшные моменты, страшную жизнь вела тогда наша страна. Но мы помним, мы знаем, что в первый день незабываемый голос Левитана сказал, наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Мы помним, мы знаем это все, но боль, горечь и раны время лечит плохо. Поэтому 22 июня навсегда останется днем скорби, памяти, благодарности, великого восхищения за тот огромный подвиг, который совершил наш народ в этой страшной войне. И будем всегда в неоплатном долгу перед теми, кто воевал на фронтах, кто воевал в тылу, кто в тылу ковал нашу победу, кто страдал в концлагерях, кто голодал и выживал. Мы передадим эту память, чтобы она осталась генетически, в наших детях, внуках, правнуках на все времена. Низкий поклон победителям, вечная память и вечная благодарность на все времена. Спасибо. Уважаемые дорогие ветераны, уважаемые евангородцы, гости нашего города. Мы сегодня собрались здесь, чтобы вспомнить один из самых печальных, трагических дней в истории нашей страны. 22 июня 41 года. Да, коварный, сильный враг напал на нашу страну. Враг, который уже прошел по всей Европе, завоевал ее. И самое главное, практически не сделал ни одного выстрела. Враг, которому говорили, Россия советская – это колос на глиняных ногах. Подождешь колос, и он сгорит. Толкнешь глиняные ноги, и он упадет. Но это не получилось. Благодаря мужеству, отваге, героизму советского народа, первые дни войны, когда действительно была паника, действительно к началу войны наш союз и армия была не совсем готова к ведению полномасштабной войны. Несмотря на это, враг был остановлен, сначала отброшен, а затем и разбит в цитадели фашистской Германии в Берлине. Во время войны ни один немецкий солдат не повторил подвиг Александра Матросова, Гастеллы, ни один ас немецкий летчик не смог выдержать лобовой атаки. Много причин было. Но они пришли к выводу, что самая главная причина была в другом. Что немецкая машина командования немецкому солдату внушала, что немецкий солдат должен сражаться до последнего патрона. А советский солдат, он сражался до последней капли крови. И я думаю, что если вдруг случится беда, то мы все и наша армия повторит подвиг наших дедов и встретит врага во все оружие. В этом году проводится всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». По всей России в этот день с мест воинских захоронений солдатские кесеты осуществляется забор земли, который поместят гильзы, артиллерийских снарядов и установят в историко-мемориальном комплексе главного храма вооруженных сил Российской Федерации в городе Москва, строительство которого планируется завершить 9 мая 2020 года. Война осталась за плечами, и чаша горя выпита до дна. Но каждый год июньскими ночами взрывается в России тишина. И вновь кого-то память кинет в ужас, разлук, смертей и голодного житья, и кто-то вновь во сне увидит мужа по возрасту пригодного в зитья. «Погибшие остались молодыми, их не застаришь и не воскресишь. За них погибших сделались седыми, вдвойне седыми вдовы на Руси. А Русь живет в трудах, заботах, в песнях, ее поля забыли про войну. Давай умолкнем на минуту сверстник, послушай с тобою тишину». Субтитры создавал DimaTorzok